Ну-ху! Всем привет! Меня зовут Вердиня и мы начинаем сегодня проект под названием, ну, не знаю, коронная неделька, скажем так. Большинство города сидит у нас сейчас по карантинам. А для хейтеров я отмечу, что почему я выбрался на улице и почему я постараюсь каждый день заходить на улицу и знакомить вас с тем, что творится на улицах. Это потому, что я не в зоне риска, я не в самоизоляции и не на карантине. Комендантский час пока не введен в городе, теоретически останавливать и какие-то санкции страшные применять для обычных граждан не должны. Вот, собственно говоря, для чего это теперь стоит, мне просто интересно. То, что сейчас происходит, это уникальное явление. Город никогда так не закрывался. Сейчас это самоизоляция, сейчас это на совести граждан. И мне интересно, как это все будет происходить. В моих планах, собственно говоря, каждый день, ну, опять же, если сам не заболею, да, выходить на улице, либо на велике, либо пешочком и просто смотреть и думать, и осматриваться, и знакомиться, и вас с этим знакомить. Поехали! О, замечательно! Я заранее извиняюсь, если мой голос покажется вам занудным, или еще что-нибудь, или я буду путаться во всем. На самом деле не люблю быть в экране, и кто видел мои предыдущие видео, знает, что и говорить я тоже не люблю, стараясь с субтитрами, но в данном варианте, я думаю, попробуем таким макаром. Так, сейчас, сегодня, я думаю, мы просто покатаемся по набережной, я попробую доехать до центра, посмотреть, что в Кремле, посмотреть, что около него. Все замечательно сегодня, очень хорошая погода, вот, первый, пожалуй, солнечный день. О, кстати, обратите внимание, человек в маске. Это замечательно. Я попробовал, на самом деле, ездить в маске, и это очень тяжело. В маске, в респираторе, и я от этого, к сожалению, отказался, потому что дыхание для велосипеда требуется угол-гол-гол-какой, моментально начинается ощущаться какая-то нехватка кислорода. Так, ну, что я могу сказать, это уже где-то третий-четвертый километр по набережной, А в начале, там, где был спальный райончик Нагатина, там народу было достаточно много, и гуляющие, и катающиеся. Здесь потише, но здесь изначально такой район менее населенный, он закрытый, и ревьера. Сегодня у нас все торговые центры закрыты, в них работают только всякие ашаны и продуктовые, все остальное закрыто и не работает. Так, ну вот, люди немножко гуляют, но немножко. Хотя, могу сказать, что на этом участке, это неудивительно, здесь и в обычные выходные не слишком многолюдно. А еще хочу пожаловаться, у меня за зиму что-то случилось с выключателем, переключателем скоростей, и я сегодня остался на средней звезде, и все. Поэтому, катаемся неспешно, скажем так. Ю-ху! Вон, кораблик. Кстати, достаточно много спортивных велосипедистов. Количество трафика на дороге, я бы не сказал, чтобы оно кардинально уменьшилось, скажем так. Ну, наверное, поменьше, но я думал, что в Москве будет более пусто. Папа, мама, я спортивная семья. Снимаем, папа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, а вот у нас Зарядье. Оно закрыто, как и все парки на эту неделю в Москве. Вообще, достаточно интересно, как его закрыли, потому что там особых заборов-то вокруг нет. Это Коломенское можно закрыть, оно обнесенное. Не знаю. Ну вот, собственно говоря, на знаменитом мосту «Россия, устремленное в будущее» никого. Это кадры просто уникальные. Просто уникальные. Вот он, Кремль, на другой стороне. И здесь вот как раз набережная достаточно пустая, что необычно. То, что здесь народу никого, вот это достаточно странно. Правда, вот могу сказать, что здесь очень здорово раскопали. Ух, беру экскаватор здоровый. Ух! Здесь все раскопали в районе Красного Октября. Но... Да, люди схлынули из центра, прям. Вот здесь это хорошо заметно. Ага, краюшек. Петр. Да. Для выходного дня кадры прям удивительно шокирующие. Ю-ху! Попробую сейчас доехать. А вот не знаю, впустят или нет в музеон. Не всегда ты ездишь на велосипеде. Иногда велосипед ездит на тебе. Обалдеть. В каком-то лабиринте. В каком-то лабиринте. В каком-то лабиринте. Ху! Я глух. Интересно. В каком-то лабиринте. 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 парк культуры пыльный здесь конечно садовое кольцо рядом ну да вот тут движуха уже вовсю ворот и бегает и катается жизнь кипит карантин какой карантин я не очень понимаю кто все эти люди потому что честно говоря в москве сейчас действительно делать нечего прогуливаться по пыльным улицам это ну так не особо удовольствие хотя погода хорошая но все же закрыто закрыты все ресторанчики кафешки сувенирные магазины и честно говоря то что я выехал это так размяться люди все праздничные одеты на самокате как не очень понимаю интересный парадокс храмы в москве открытой они работают но власти не рекомендуют их посещение вот так как говорится ноу комминс наш народ на гулю не вертел призывы власти к самоизоляции мне кажется надо было для такой серьезной ситуации объявлять чрезвычайные ситуации коммендентский час и так далее потому что народ гуляет во всю гуляет по москве собственно говоря беда даже не в том что они все гуляют по москве беда в том что народ воспринял эти каникулы как действительно каникулы и они все поехали по удачам, родственникам, окрестным городам и весям ну короче чумная Москва расползается по регионам на данный момент то что вчера было на вылетных магистралях это надо было не знаю скриншотить потому что бордовое было все все москвичи устремились куда-то ну а вы как хотите неделя которой которой нечем занять неделя свободная ну естественно народ ломанулся и ломанулся хорошо это хорошо у кого дача ладно на даче они там посидят ну и заразят максимум своих соседей да с которыми будут чешноки делать а извиняюсь те кто поедут в регионы какой-нибудь Челябинск, Чебоксары Череповец что там еще на че да там не было страшного коронавируса теперь он там будет в общем как-то так ну смотрите кстати Хороший солнечный днек почему бы не прогуляться Субтитры сделал DimaTorzok ого ого kilometres эхе действительно хера безвести Субтитры сделал DimaTorzok На одометре 32 километра это совсем немного, но надо немножко все-таки растянуть Попробую, может быть завтра, а может быть в будни покружить уже по району, по спальному району, посмотреть как там Я что-то, извиняюсь, лоханулся, хотел объехать сегодня вокруг Кремля, но зацепился за набережную Поехал по набережной и когда сообразил, что надо бы и в Кремль свернуть, я уже уехал достаточно далеко Возвращаться уже не хотелось, так что оставлю это на следующие дни Ну, в общем, вот такие итоги на сегодня Можете посмотреть, как народ оттягивается в спальных районах Здесь движуха прям, я не знаю, как на проспекте Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так, вот так